Сочная, сладкая, недоступная. На центральный рынок поступила черешня нового урожая. Всем хороша, кроме цены. Последняя побила все рекорды, в том числе и прошлогодний. В отрыв ушла далеко, сразу на 100 рублей. Наложение у нас 25%. 270 плюс 70 рублей 25%, 350 она в продаже. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы закупочная была дешевле, покупательский спрос, ведь способность покупателей, она не возросла в этом году, она наоборот упала. Продавцы дороговизну черешни объясняют тем, что привозят ее в основном из Узбекистана. В ту пору, когда черешневый деревца в цвету, там ударили заморозки. Температура опускалась до минус 10. Многие завязи погибли, пострадали и другие плодовые ягодные культуры. Например, абрикосы. 30% их урожая уничтожено. На этом году там зима холодная была, мороз был, поэтому там маленькая цена подорожалась. Урожая мало на этом году. А так тоже там сложно очень даже, это черешни выращивать. Сложная работа. Ростомышки тоже дорогие на черешни. На черешни растомышки тоже дорогие, поэтому там дорого. Вот товар изолеживается. В прошлом году ящик уходил за день, в этом за 3-4 дня. Покупатели все больше любуются. Или же вообще стараются глядеть в другую сторону. Покупала давно, когда я работала на пенсии, я на них даже не смотрю на эти черешни. Я смотрю, что подешевле, что у меня есть еще возможность. И то полкила, если куплю, и все. Не дешевая клубника. 500 рублей за килограмм. Это средняя цена в большинстве магазинов, супермаркетов и ларьков областного центра. Те, у кого есть возможность, отправляются на оптовые базы. Здесь цены оптимально дешевле, чем в продуктовых магазинах. То есть разница иногда достигает 100 рублей за килограмм. Поэтому пришли хоть здесь и оптом. Но когда семья большая, то в принципе можно взять ящик и на этом хорошо сэкономить. Как отмечают продавцы, высокие цены на этот товар продержатся еще несколько дней. А потом постепенно пойдут на спад. Туэна Немаева, Александр Мокин. Новости и сейчас.